парни всем привет сегодня у нас будет промежуточное видео так сказать ответы на вопросы приурочены к пяти тысячам подписчиков на канале всем спасибо огромное сразу хочу сказать для людей которые зашли первый раз на видео снимаем канал ведем дискуссии разговариваем про машину про mazda 6 и про иные автомобили подписывайтесь смотреть на ролики чтобы меньше был вопросов следующем видео на канале у нас будет бмв 3 серии видео будет выложено в субботу воскресенье соответственно тех кого интересует именно обзор новых машин заходите в субботу воскресенье будет ролик ну а сейчас есть ряд вопросов их набралось всего лишь 10 штук ну скажем так самые актуальные самые популярные вопросы в большинстве своем бытовые сейчас мы на них ответим значит вопрос 1 самый популярный когда новое видео и вопрос 2 самый популярный которых я объединил в один вопрос кем ты работаешь где ты работаешь чем-то занимаешься и смотрите работу я в рекламе занимаюсь я продажей наружной рекламы делаю различного рода вывеска ты по городу едешь сможешь по сторонам там чуть цветовая реклама висит там буквы вешал я моя работа в любом городе вопрос хороший да вообще на самом деле для меня он только в плюс соответственно занимаюсь работаем на всю страну доставку в любой город поэтому если ты занимаешься каким-то бизнесом тебе нужна вывесочка пожалуйста пиши звони я все на связи соответственно исходя из этого отвечаю сразу на второй вопрос когда новый ролик у меня нет никакого планинга что этом планирую снять в понедельник одну машину в четверг другую постоянно нахожусь в поиске вот постоянно нахожусь поиски езжу ищу машины как только что-то где-то подворачивается сразу берем камера жена не на работе если все идем снимаем машину сняли я пришел домой смонтировал сразу все выложил вот то есть специально ничего не затягиваем ищем стараемся искать новые машины именно в последних кузовах их сейчас не так много живу на два города москва и кашира соответственно в кашире вообще очень мало новых именно автомобилей а в москве проблем не снимать потому что город шумный тяжело найти нормальное место где можешь спокойно там вечерочком все заснять вопрос 2 все вопросы ставлю вот просто в хаотичном порядке почему я не покупаю рекламу на канал и не развиваю способом вкладывания денег там ну на развитие там крупному блогеру скажи расскажи про меня навязаться какому-то крупному известному блогеру чтобы сняться вместе цели такой нет абсолютно потому что канал для меня больше является отдушиной я никогда не ставлю цели там чтобы с помощью этого канала заработать еще что-то для работы я встаю утром рано утром иду на работу после работы соответственно есть возможность поснимать снимаю рад что вообще люди нравятся что поддерживают поэтому не буду тратить деньги на канал в плане развития его там рекламы с помощью рекламы лучше всего купим микрофон как вы советовали купим свет который уже принципе есть там на осень соответственно будем вкладывать лучше денег там в оборудование чтобы картинка была лучше отправлю жену на курсы повышение мастерства чтобы она была профессиональным оператором вот когда изначально вообще начало снимать на канал был подписан один человек это этот человек был я потому что у меня был второй аккаунт я зашел сам себя подписался поставил сам себя лайк просто я думал тот человек 100 хотя бы 500 тысяч набрать в обувь круто в итоге сейчас на канале больше 5000 подписчиков за что еще раз всем огромное спасибо поэтому дело идет на месте не стоит будем продолжать снимать дальше вопрос третий какой на мой вид самый лучший способ защиты авто от угона парни здесь я отвечу кратко на самом деле я считаю то что какую бы сигнализации си не поставили спутникова там индивидуальную какую-то сделаны на заказ если ваш автомобиль закажут и на него просто положат взгляд угонщики то ничего вас не спасет вы сами знаете кучу примеров когда от у соседей просто вот тут недавно прям была история вот человек купил toyota camry новую за 100 тысяч поставил на нее индивидуальную сигнализацию механическую там с различными блокировками еще чем-то утром проснулся вышел месяц прошел вышел не было ни машины не сигнализации мы еще с друзьями шутили говорили вот бы было бы прикольно если бы на месте где стояла машина лежали вот остатки от сигнализации запчасти расходники соответственно в любом случае имея спутнику и сигнализацию многие страховые компании дают огромную скидку если вы страхуете автомобиль от угона вот я например сделал просто я застрахал автомобиль угон total все имея спутник у меня цена получил заказку 25 тысяч рублей человек написал это за mazda 6 подчеркиваю 2015 года выпуска а человек писал тоже то же самое дело ему дали вообще скидку 18 тысяч он сделал машину компания инго страх никаких никто ничего не прячет пожалуйста звоните называете условия торгуйтесь цены такие реально вот второй год уже страху подряд за 25 тысяч рублей вопрос 4 я как владелец mazda с двухлитровым двигателем частенько слышу и просто человек просит вот диван попрос скажи вот два литра на трассе все-таки едет машина или не едет кратко просто отзыв по городу 2 литров в принципе с головой особенно если режим спорт включать вот 0-100 километров в час по городу да и машины тянет на ура опять же если выходим на трассу 140 я еду знаешь такая ситуация идет в левом крайнем ряду еду на обгон просто раз фура перестраивается передо мной то есть я тормаживаюсь сзади в этот момент какая там иномарочка помощнее пристраивается фура уходит вправо вот я нажму нажимаю в пол я понимаю просто сижу как бы курю окно жду пока мы разгонимся здесь естественно подрыва мощности не хватает абсолютно один вариант если ты часто ездишь по трассе или вообще ты хочешь что вот нажала поехал однозначно 25 следующий раз машину будут покупать обязательно возьму два с половиной литра пятый вопрос касаемо тюнинга автомобиля вот как ты относишься к тюнингу чтобы ты себе сделал из тюнинга я же себе на мазде наваривал банки соответственно пацаны к тюнинг я вот просто мое личное мнение тюнинг это дело для богатых вот просто даже взять допустим поставить двадцатые колеса то есть многие да сейчас любят восстан и восстан и красивые диски возможно красиво возможно некрасиво здесь мнение как обычно делится на два но суть в одном купить диски плюс сразу на них купить резину но это за соточку точно выйдет вопрос для чего просто ехать по улице чтобы кто-то сказал то что это классно отметит это только в основном парни такие же молодые как и вы девушки многие они сюда же увита что да красивая машина ой какие классные диски ты просто подойди не спроси как вот ты думаешь сколько эти диски стоят покажи свои диски и спроси я вот уверяю тебя вот многие скажут ну тысяч двадцать на тысяч тридцать ни одна не скажу то что блин слушай это же восстан да ой резина низкопрофильная нифига себе у даже посмотрит марку скажет никита нифига то есть соответственно тратить на эти бабки я вообще смысла не вижу поэтому вряд ли я что-то себе вообще на любой машине будут делать из тюнинга машина такая какая она есть такое сделал дизайнер вот изначально вышла она все обвесы еще что-то это классно это здорово но это все стоит денег я на это деньги например лично сам тратить не буду вопрос 6 какие машины планирую снимать в ближайшее время на самом деле я очень не ожидал никогда не думал то что я буду какие-то машины снимать ходить про них что-то рассказывать делиться своим мнением и это мнение кому-то будет интересно но раз уж так пошло я в описании к ролику к этому кинул список автомобилей которые в ближайшее время планируем снять потому что много седанов и как правило они все от миллиона до двух миллионов рублей когда мы эти машины от снимаем тогда возможно перейдем на паркетнички посмотрим потому что большинство людей когда вот просто любой владелец седана со временем приходит к мысли что вот следующую машину от брать повыше вот у меня две машины у меня есть mazda 6 2015 года есть nissan murano 2013 года кстати про него также в ближайшее время будем снимать видео потому что машины уже три года и один месяц и пробег сто семь тысяч контор люди интересуются спрашивают как поживает вот я вам покажу просто сыпется nissan или не сыпется есть что рассказать подписывайтесь на канал увидите узнаете первыми седьмой вопрос или даже скорее пожелание периодически просят снять именно mazda 6 предыдущую 2013 года выпуска и рассказать просто что изменилось в автомобиле именно 2015 потому что многие люди заходят на канал они садятся ты начинается писанина о том то что mazda 6 это сыпучее ведро что это плохая машина спрашиваешь почему плоха вот у нее и просто называют мелочи у нее стеклоподъемники не все подсвечиваются у нее центральная консоль там панель качается вся скрипит начинает перечислять такие минусы которые в собственно в новом автомобиле исправлены более того все эти критики которые говорят то что вот это дерьмо что там camry дерьмо что и начинай тут просто им все машину просто все болото аккуратно просто подходишь слышу дружище а ты сам то на чем ездишь и как правило эти люди ездят на какой-то машине 2008 года выпуска 2006 года выпуска а мнение они свое строят просто вот у друга была вот у соседа то она там стояла вот он с ним общался ну стояли возле подъезда курили общались и вот он ему рассказывал что отсюда мнение и поэтому если есть смысл вопросами поддержите скажи давай не давай просто для меня видео снять она вот машина тринадцатого года стоит у друга кстати в максимальной комплектации 2 и 5 с обвесом беленькая красивая за с ними не вопрос значит восьмым вопросом я бы даже тоже не назвал бы вопрос на просто частенько мне пишут то что я общаюсь как как пацан как как быдло как дворовый какой-то код я не знаю парни наоборот вся фишка канала в том то что я с каждым из вас общаюсь вот как со своим другом вот ты просто представь то что мы с тобой после работы встретились и вот решили пообщаться я не хочу вот переходить на эту тематику писать сценарии там рассказывать вот просто считывается этого листка или просто снимать потом это дома сети озвучивать попадать в кадр на зачем это надо простота это гениально все гениальное просто именно поэтому я стараюсь просто вылет так как я говорю сам лично себя был не считаю никаким вы сказали мат не нужен мат надо убрать мат убрал слушаю все комментарии читаю ко всем прислушиваюсь но такие вещи например когда я должен вести себя как интеллигент говорит вам добрый вечер господа сегодня с вами я дмитрий мошков и мы будем вести дождя я не хочу от этого зачем это надо вот вы сами так не общаетесь я уверен то что вы сами вечерочком то выйдя там до матерком то можете садануть соответственно говорю так как говорю рад что многие поддерживают но тем кто критикуют спасибо большое пошел дождишко пришлось спрятаться в машине девятым вопросом было как я вообще смотрю на то что сегодня многие автомобили немецкие в немецкого производства сыпятся быстрее чем те же самые корейцы японцы парни я смотрю на это очень плохо также как и вы потому что на самом деле это идет такой жесткой высасывание денег вот мы каждый из вас дадут каждый из нас встает утром трудится копит копеечку хочет купить себе автомобиль ну многих от бмв многих от mercedes кто-то хочет audi мы хотим все равно как бы они не сыпались мы эти автомобили тем не менее хотим и мы к ним стремимся покупая автомобиль начинается даты проблемы там на 30 тысячах люди жалуются там на 40 тысяч ломаются турбины бмв частая проблема летят при привода много чего происходит с автомобилями радует одно что они все идут на гарантии что все эти проблемы как правило гарантийного случая но что будет когда гарантия автомобиль кончается они сейчас уже переходят на то что два года дают гарантию на авто это очень плохо именно поэтому следующим роликом хотим взять бмв именно посмотреть новый автомобиль послушайте просто сделать краткий анализ за него и сказать что в автомобиле может или будет ломаться на что чаще всего будут жаловаться люди это будем делать на примере бмв 3 серии значит и 10 это будет больше мой вопрос к вам а мне интересно на чем ездите вы вот все кто подписан на канал кто про зашел мне вот напишите в комментариях вот только не врите пацаны скажите честно какая на сегодняшний день у вас машина и какую машину вы хотели бы купить себе в дальнейшем только чтобы это совпадало в реале то есть есть деньги допустим подкоплю могу себе взять такую-то машины на этом ответ на вопрос закончена вопросов было мало постарался быть краток подписывайтесь на мой инстаграм потому что там я выкладываю только те фотографии что будет какая машина будет следующая кому интересен канал его развития заходите будет смотреть там будем общаться есть возможность там подискутировать пишите ваши комментарии задавать еще вопросы будем снимать надеюсь тоже снова видео выйдет в субботу или воскресенье всем пока пока